Всем доброе утро. Утренняя пробежка на гору Амарила. Вот туда нам нужно забежать. Довольно-таки высоко. Прикольно так утром проснуться, выйти посмотреть, встретить рассвет и забежать на гору. Приличный подъем. Нужно же выгнать пару бокалов пива, которые были выпиты вчера. Я заброс на вершину, забежал. Прямо чувствуется, что давно не занимался. Слушай, ну так приятно же. Мышцы аж приятно так трымтят. Солнышко еще не успело встать, поэтому я вам засниму сейчас рассвет. Посмотрите, как это происходит. Есть несколько человек, которые поднялись на эту гору и для того, чтобы увидеть и тот самый рассвет на океане. Не знаю, насколько вам передаст камера эти ощущения, но немножко ветрено и солнышко уже встает. Вот. Сейчас я вам покажу окрестности. Видите? Вот. Видите, друзья, больше и больше поднимается для того, чтобы посмотреть на эту красоту. Теперь смотрим, ради чего лучше мы поднимаемся на эту гору. Буду фокусироваться на солнце, чтобы поймать хоть немножко красок прекрасного восхода. Тоже какой-то атлет побежал. Тоже какой-то атлет побежал. Вот там облака мне напоминают кратер. Как будто белая пелена, а внутри горящий огонь. Отблески огня доходят до самого верха. Ура! Солнышко! Всегда есть альтернатива. Либо утром встать и взбодрить свой организм, пробежаться немножко, либо поваляться еще в постели, понежиться. Но я предпочитаю такое утро. Можно картины писать. Солнце просыпается. Солнце встает, как будто из-за горы. Голубое небо. Краски потрясающие. И солнце. На небе, как будто художник сделал мазки. И создал этот удивительный пейзаж. Чувствуется, как оно начинает жарить. По таким горам бегают ребята. Есть специальные тропы. Очень много разных троп, по которым можно побегать. Видите, один за одним, один за одним. Да, здесь невероятно красиво, поэтому почему бы и не пробежаться. Бегают люди абсолютно разных возрастов. И молодые, и взрослые. Ничего не останавливает для бега по такой местности. У меня сейчас восстановительный период. Я не занимаюсь спортом. Но иногда я позволяю себе сделать такие пробежки. Забраться на эту гору. Взять пробежаться просто, получить удовольствие. Мышцы приходят в тонус. И организм начинает радоваться тому, что с ним происходит. И это хорошо. Здесь, на самом деле, идеальные места для трейлового бега. Потому что очень много гравия. Очень много песочка. И очень каменистая местность. В обычных марафонках здесь не побегаешь. Потому что они не такие цепки. А вот в специальных кроссовках, я думаю, истинные ценители этого вида бега. Они бы оценили. Они бы почувствовали, насколько здесь классно бегать. Плюс постоянные подъемы и спуски. Постоянно нужно контролировать ситуацию, чтобы не свалиться в пропасть. И не сломать ноги. Трейловый бег очень сильно отличается от обычного бега. Потому что ноги работают во всех направлениях. Они могут приземлиться абсолютно в любую плоскость. И при этом самое важное не получить травму. Если нога у тебя не будет адаптироваться к абсолютно любой местности, то ты очень быстро выйдешь из строя. Какой вот расцвет на Тенрифе. Атлеты, которые бегают по шоссе, они к этому не привыкли. Потому что должны развиваться соответствующие группы мышц. Если они не будут развиты, соответственно, эффективность бега и риск повышения травм повышается. Сейчас будем подниматься на эту гору. Смотрите, из чего состоит гора. Какой-то известняк в перемешку с камнями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин